Здесь мы строим двухэтажную версию дома за 100 дней. Тот самый дом, где ошибочно сделали плиту, потом ее поднимали, плиту перекрытия. Особых дефектов на доме это не оставило. Всем привет! Хочу представить вам очередное видео с нашего объекта. Это объект Поречи, тот самый многострадальный объект, в котором мы поднимали перекрытие. Не могло все пойти идеально. Мы здесь очень-очень жестко накосячили. Мы сделали этаж на 250 мм ниже, чем было заложено в проекте. При этом уже залили перекрытие. Как вы далее увидите, дом построен, коробка построена, второй этаж надстроен из клееного бруса. И сейчас там идут отделочные работы, работы по монтажу инженерных систем. Прораба зовут Александр. Он впервые участвует в наших видеосъемках. Поэтому предлагаю вам посмотреть. Меня зовут Александр. Я прораб компании SmartStroy. Мы находимся в СНТ Поречио, Истринского района. Здесь мы строим двухэтажную версию дома за 100 дней. Первый этаж выполнен из газоблока. Второй этаж, как вы видите, из клееного бруса. Это тот самый дом, где ошибочно сделали. Делали плиту, потом ее поднимали, плиту перекрытия. На самом деле в этом процессе сложного ничего нету. Поставили домкраты, подняли. Старались поднимать всю плоскость плиты одновременно, чтобы ее не перекосило, чтобы она не полопалась. Пришлось заменить верхний ряд блоков. Потому что при подъеме, ну часть блоков уцелели, часть блоков полопались. В общем, чтобы не было каких-то проблем, решили заменить целиком ряд. Ну и как вы видите, особых дефектов на доме это не оставило. Ну и надеюсь, что в дальнейшем все будет нормально. Этот процесс у нас занял порядка двух недель. Ну и мы потратили определенное количество денег. В настоящее время мы занимаемся внутренней отделкой дома. Мы оштукатурили стены, проложили коммуникации, залили стяжку на первом этаже. Сейчас мы занимаемся тем же самым на втором этаже. Приступили мы к строительству этого дома в начале мая. Сделали за месяц фундамент. Потом еще за три недели закончили стены первого этажа. И две недели у нас ушло на устройство перекрытия. Второй этаж делали не мы, делала подрядная организация. Но они делали подольше, потому что у них там были определенные проблемы с людьми. Они сделали за два месяца второй этаж. Такая версия дома, когда первый этаж строится из газоблока, второй этаж строится из клееного бруса, на мой взгляд, имеет право на жизнь, потому что никаких плохих последствий для заказчика в дальнейшем не будет. Хуже, когда пытаются сочетать оба эти материала на одном этаже. Потому что они имеют разное линейное расширение. Другими словами, они себя совершенно по-разному ведут. И приходится предусматривать разные деформационные швы, как-то отделку этих деформационных швов. А в данном случае ничего этого не потребуется, потому что они находятся каждый сам по себе. В настоящий момент у нас заключен договор на устройство черновой отделки. То есть это стяжка, штукатурка, лестницы. Два дня назад мы залили лестницу. Сейчас мы ждем, когда она наберет прочность. Ну и через неделю будем снимать опалубку. У нас на объекте осталось несколько поддонов блоков. Вот этих вот. Потому что в гостиной по проекту в этом доме идет стена. Ну заказчики решили обойтись без нее. А поскольку материал уже был завезен, девать их особо некуда. Возить их отсюда обойдется дороже, чем они стоят, если их купить. Поэтому мы пока не знаем, что с ними делать. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока.